Всем привет! Сегодня хочу показать вам свою базу на зиму. Минимальный, удобный в плане сочетания набор вещей, которые легко комбинируются как друг с другом, так и с чем-то более интересным при желании. Поехали! Начну я с нижней части, чтобы уже потом показывать комбинации с верхом. Голубые джинсы с высокой талией я ношу круглый год. Для зимы особенно важно, чтобы джинса была грубой, плотной, тогда она выдерживает сочетание с черным и с темными тонами. Далее темно-синие джинсы. Это также мам джинсы, как и прошлые. У них тоже высокая посадка. Плюс именно темно-синие джинсы в том, что она уже не так требовательна к плотности ткани. Плюс такие джинсы менее маркие, но сочетается также со всем. Серые или черные скини. Красиво смотрятся с объемным верхом, с ботфортами, с тяжелыми ботинками и вообще зачастую помогают сбалансировать образ в плане пропорций. Плюс, естественно, они супер нейтральны. Серые в моем случае, либо же как вариант темно-синий, коричневые, возможно, клетчатые брюки с теплой плотной тканью. Они идеальны и в офис, не просто как повседневный вариант, но более интересные, нежели, например, джинсы. Добавляя разную верхнюю одежду и обувь, можно уйти как в элегантность, так и в спортшик. Здорово, что можно получить совершенно разные по настроению образы. И из юбок моей базы является, пожалуй, джинсовая серая или черная юбка. Как я уже рассказывала в видео о покупках, вещь очень нейтральная. Универсальная. В качестве альтернативы могу, например, предложить кожные юбки или замшевые. Итак, что у нас сверху? Во-первых, кардиган. Одинаково легко будет сочетать как совсем простой базового цвета, так и яркий. Он будет таким акцентным слоем. Также можно, как я, например, сегодня, выбрать кардиган с какой-нибудь необычной ткани. Сочетается он так же легко, как и привычные, но просто смотрится поинтереснее за счет текстуры. Кардиганы хорошо вручают зимой в помещениях, в универе, на работе, где угодно. Также помогают создать намек на ту самую многослойность, которая пока еще будет являться комфортной. Просто накидываем кардиган поверх водолазки, футболки, блузы и так далее. Это уже и смотрится интереснее. В таком сочетании теплее. И при этом это не та многослойность, которая заставит вас жертвовать комфортом. Футболки. Могут быть любые базовых удобных вам цветов. У меня, например, сейчас в фаворитах серая и хаки. Нужная вещь. Может служить таким утеплителем, если надеть на нее сверху свитер или, опять же, кардиган. Либо же просто надеть ее с очень теплой верхней одеждой. Носите прям как есть, это очень комфортно. Выбираю футболку для зимнего гардероба. Особенно советую обратить внимание на состав. Для того, чтобы вещь не мялась под другой одеждой. У моих, например, 80% хлопка и 20% вискозы. И это очень удобно. С водолазками принцип сочетаний тот же. Хотя я больше люблю их носить как самостоятельную вещь. Они сейчас есть совершенно разных оттенков, что очень удобно. Можно найти прям идеальный для себя вариант. У меня, например, вот водолазка нюдового оттенка с такой розовинкой из пленбир. А в заре висели более песочные. Также разные оттенки серого доступны. И, в принципе, вообще любых других цветов. Серый, мягкий, уютный, простой свитер. Это прям мой зимний must-have. Казалось бы, такая простая вещь. Но сделать с ней стильный образ очень-очень легко. И второй мой любимчик – это бежевый свитер. Тоже много раз он мелькал у меня. Так как, опять же, он легко сочетается. Его просто приятно носить. Вообще, хочу акцентировать ваше внимание на вот таких гиперобъемных свитерах. Это очень комфортно, тепло и стильно. Не менее удобно во всех смыслах также свитшоты. Цвет не принципиален, как и в случае с кардиганом. Я вот выбрала ярко-желтый. Но он, конечно, может быть и более базового оттенка. Свитшоты и худи – это всегда нотка спортшик и расслабленности в образе. Ну и к слову о худи. Они привносят чуть больше спортивности в образ. За счет наличия капюшона. Ну и, в принципе, за счет него же делают образ поинтереснее немного. Особенно здорово смотрится, когда он выглядывает из-под пальто. Хотя, вообще, в принципе, худи с любой верхней одеждой выглядит отлично. Делают образ визуально чуть сложнее и многослойнее за счет вот этих завязок и капюшона. Если говорить о базовых платьях, то в голову, конечно же, сразу приходят балконичные трикотажные варианты. Но так как речь сегодня именно о зиме, давайте остановимся на двух более теплых вариантах. Первое – это платья-свитеры разных приглушенных оттенков. Они классно греют. Они отлично смотрятся с ботфортами, с любыми ботинками, с сапогами, с плотными колготками. И здесь, в принципе, даже над сочетаниями думать не надо. Второе – это платье-худи. Я выбираю именно с капюшоном. Мне, опять же, нравится то, что он привносит в образ. Носить, опять же, можно с любой обувью. Плюс можно надеть такое платье с джинсами или брюками, если нужно. Это и тепло, и смотрится отлично. В прошлом видео я подробно рассказывала, почему зимой особенно важны аксессуары и детали. И сегодня вам покажу прям свои самые базовые и одновременно любимые варианты. Мои любимые очки Max & Co. Покупала я их в оптике, перемерила много разных. Для того, чтобы найти свой идеальный размер оправы, очень советую поступить так же. А вот уже после того, как будет понятен примерный размер, можно легко и заказывать откуда-то. Супер лаконичные простые гвоздики из серебра. Сейчас вообще ношу только их. Я просто обожаю, как смотрятся такие минималистичные украшения. Сейсис жду еще. Практически точно такие же в золотом цвете. Мои любимые часы Daniel Wellington. В принципе, по моим образом в инстаграме, в блоге, здесь можно это заметить. Сейчас в основном ношу серебристые, те, что 28 мм. Они немного миниатюрнее золотистых. К ним у меня еще есть ремешок. Я просто обожаю, как смотрится рыжая кожа с серебром. Очень часто ношу именно так. И супер лаконичный браслет тоже от этого же бренда. Если интересно, заглядывайте в описание. Там, как всегда, будет код на скидку. Как видите, в плане украшения я люблю все минималистичное. И простой грубый ремень. Классно смотрится на плотной джинсе, на верхней одежде, поверх платьев, объемных свитеров и так далее. Тоже моя абсолютная база. Ну и пару слов непосредственно про аксессуары. Если выделить прям какой-то мой самый-самый базовый минимум, то это серый мягчайший однотонный шарф. Он достаточно большой, но не слишком. И простая серая шапка. Не слишком объемная, не слишком увлекающая. Про верхнюю одежду было очень подробно рассказано в прошлом видео. Также, если интересно, посмотрите видео уже не про базовые варианты. Все ссылки обязательно оставлю. Если коротко о моей базе. Теплая парка. Теплый пуховик. Объемная куртка покороче. И шерстяное пальто. На этом все. Помните, что такой универсальный набор у каждого свой. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok